привет всем с вами я во ватишевский и перед вами смартфон который называется ландву по модели это l500s это смартфон из бюджетной серии стоит он на гербесте 70 долларов там я его и приобретал на всякий случай сразу скажу что оставляю ссылку в описании но вдруг вам станет интересно вот вдруг вы ищете бюджетный смартфон и давайте посмотрим что из себя он представляет дело в том что я его распаковывал уже достаточно давно и видео с распаковка не сохранилась поэтому я вот так специально собрал как бы все это дело в кучу чтобы вам показать этот смартфон в использовании уже один месяц то есть ему один месяц и появилась возможность рассказать и поэтому я вот прямо сейчас рассказываю показываем в общем то по коробке она в тут выезжает так прикольно то есть и здесь у нас был еще даже чехольчик то есть в комплекте шел такой чехол вот он правда очень быстро пожелтел поэтому я его даже в принципе не показывал то есть он ну как бы качество такого знаете самого дешевого доллара за полтора далее идет такой белый юсб шнурок по длине он как раз приблизительно сантиметра восемьдесят где-то восемьдесят пять ну от пола если как бы на полу находится сетевой фильтр и до стола у меня достает но с учетом того что это будет прямо от рядом далее адаптер нигде не написано что это lan 2 он один ампер то есть made in china в общем то такой вот простой обычный адаптер далее в комплект шли наушники вот такие наушники логотипа lan 2 я на них не нашел то есть в принципе как бы они можно сказать ноунейм но выглядит достаточно неплохо белые ну по крайней мере по сравнению с теми наушниками которые шли в комплекте с чуи v7 то есть с планшетиком то есть это чуть-то получше будут наушники далее здесь была наклеена пленочка вот но ее я специально снял для обзора вот но тут просто идет еще в комплекте как бы вторая пленочка поэтому я потом попрошу семенко чтобы он наклеил вторую пленочку все понятно да ну и инструкция кстати есть я не ошибаюсь здесь была даже она на русском языке да видите то есть тут есть даже на русском языке инструкция покажу вам поближе чтобы понятно было да видите контактов начального потребления пожалуйста свяжитесь как люди выбирают чтобы импортировать телефон продукта ну то есть короче китайцы упоролись в google переводчики и закинули сюда можно сказать текст google переводчика ну ладно окей есть возможно люди которые не умеют это сделать поэтому китайцы решили все сделать за них теперь давайте о смартфоне внешний вид по внешнему виду он достаточно неплох единственная вот здесь вот металлический такой хромированный металл в общем-то металл хромированный да здесь вот идет пластик хромированный пластик течение месяца вообще не как не пострадал металл здесь такой достаточно грубый и вообще смартфон достаточно тяжелый я лично когда взял этот аппарат в руки такой думал блин капец но он тяжелый и причем что весят так вот хорошо ну 160 грамм принципе samsung galaxy note 3 весит такой же как бы вес вода а galaxy note 3 он 5 и 7 дюймов нот как приблизительно как сяоми ми нот приблизительно вот в таком вот как бы размере вот видите получается так что 5 дюймов и 5 и 7 и в общем то этот потяжелить ну по весу они можно сказать одинаковые дальше что еще на правой стороне находится регулировка громкости кнопка включения она снизу кнопка включения на левой стороне ничего сверху у нас микро юсб и и разъем для наушников снизу у нас микрофон на обратной стороне у нас камера вспышка снизу динамик и тут вот в этой части открывается задняя крышка и тут у нас батарея батарея у нас насколько я помню две тысячи миллиампер давайте я на коробке еще раз гляну потому что я вот подзабыл реально представляете вот а 1800 ребят 1800 чуть-то поменьше на я 200 миллиампер добавил лишних вот две сим-карты есть карта памяти также туда можно установить в общем то все как надо все как обычно вот кстати крышка неплохая вот по качеству очень даже хороший как бы такой вот пластик и соответственно ну как бы тут большой плюс практически не пачкается добротно наклеен этот логотип план 2 то есть он прям туда в этот пластик в вставлен в принципе да ну что теперь давайте о передней части и уже сам смартфон снизу находится три сенсорные клавиши 5-дюймовый дисплей как видите он серый вот для сравнения мы возьмем переднюю часть вот мэйзу м2 и видите здесь вот сам как бы вот эта часть передняя на темная а здесь она серая то есть это старого как бы формата дисплее немножечко вот есть фронталка есть динамик и теперь давайте посмотрим на сам дисплей дисплей 854 на 480 как вы видите углы обзора такие себе вот но на самом деле в реальности чуть получше видно чем на камеру но тем не менее далее здесь у нас стоит android 44 и если не ошибаюсь еще и да ну хотел сказать 444 но 442 и обновляться он не будет то есть это самый последний android который стоит на данном девайсе работает достаточно шустро показывает неплохую автономность то есть в принципе все хорошо дальше по техническим деталям у нас здесь память 8 гигабайт есть возможность расширения и установки приложений на карту памяти то есть я пробовал все нормально вот единственное хочу сказать что все-таки здесь вот по старому китайскому разбито видите 197 здесь 417 что к примеру не дает мне возможность установить какое-то большое количество игр вот даже здесь вот в инглори она на самом деле как бы скачался пакет на там 500 мегабайт но доступно еще гиг то есть вы видите то есть без карты памяти вы не можете установить в инглори только нужна карта память и это печаль к дальше по работе смартфон работает достаточно шустро это благодаря процессору mtk 6592 и давайте мы посмотрим по цифрам что может нам показать antutu в цифрах а это 28449 попугайчиков это неплохой показатель в принципе это стандартный для данного железа вот и и кстати немногие могут повторить до сих пор этот результат смотрите 6592 мали 450 mp ну низкое разрешение экрана понятно на 8.3 мегапикселя камера гиг оперативки и 32-битный но здесь вот а 1365 мега герц то есть это 6592 м процессор модели м вот так вот давайте мы посмотрим что может камера тут у меня есть вот такая вот штучка которую мы можем сфоткать и посмотреть о и фронтальная сразу включилась вот примеру фронталочку давайте сразу за фото и у себя вот и наверное какой-нибудь цветной предмет вот смартфончик чтобы был в кадре так отлично и теперь давайте на основную камеру сделаем снимок вот снимок как видите делается с помощью автофокуса то есть есть автофокус фокусируется но нет макро то есть нужно вручную фокусировать и давайте посмотрим на эти снимки которые у нас получились снимок конечно однозначно среднего качества то есть что можно отжидать от смартфона с недорогой стоимостью фронтальный снимок как для данного смартфона вполне себе приемлем я бы так сказал и давайте мы еще вот тут у нас миньончик есть такое и его еще зафоткаем и давайте еще посмотрим вот миньончик ну в принципе да качество снимков невысокая то есть в плане того что камера то и 8 мегапикселей но по факту то она но не совсем то дотягивает есть различные режимы в виде живых фото есть режим красивое лицо панорама в настройках мы можем посмотреть качество видео но тут показывает высоко отлично это hd снимает видео и фотки делает в размере 8 мегапикселей это 4 на 3 а 5 мегапикселей это вот сейчас мы вообще во первых и режим просмотра да на сейчас посмотрим а ну нет нет видите полностью делает широкие это хорошо также есть дополнительные настройки тут частота вот цветовые эффекты но все это конечно на стандартном режиме то есть когда мы включаем стандартный режим тут вот разные цвета эффекты их тут немного вот режим съемки авто обычный и так далее что касается мультимедиа этого девайса то он в принципе звучит относительно неплохо то есть я имею ввиду как бы звук звонка и так друзья включаем подкаст монстр касс на максимальной громкости и и давайте послушаем динамик насколько он ну как вы слышите если слышите то звучание как я и говорил среднее то есть здесь нельзя говорить о хорошем звучании ну ввиду того что хорошее звучание может быть тут как звонил очки как раз это вполне себе приемлемая видите как тут картинка смотрится дэвин супертрамп еще давайте один трек включим тут ты музычка и видео отображает картинку с ютюба разрешение триста шестьдесят пи разрешение 360 пи разрешение 360 пи ну как то так наехали на чувака в общем то по мультимедиа ну вы сами увидели то есть ну можно сказать среднее так себе вот более менее следующее что хотел бы сказать по автономности по автономности аппарат держит приблизительно в районе двух дней то есть два дня без каких-либо сложностей вот это без учета игр то есть игры не играются здесь только звонки соцсети интернет youtube вот так ну и фонарик вот еще как фонарик вот кстати встроенное приложение фонарик вот он есть чем что такое как бы холодного цвета фонарик вот не теплый цвет но тем не менее это уже такое дело и еще хотел сказать о звонилочке звонилочка неплохая здесь есть русские буквы это радует на самом деле часто в китайских телефонах их просто нет также радует то что звонки принимаются хорошо динамик работает и громко и отчетливо и собеседника слышно тоже хорошо здесь микрофон достаточно неплох то есть ну опять же вот в сравнении там может быть с каким-то супер супер бупер телефоном нет но вполне себе хорошо слышно ну прям нормально вот прям вот действительно можно как бы разговаривать и не чувствовать дискомфорта далее сети ловит неплохо вай фай ловит хорошо 3g спокойно работает отлично кстати я по несколько дней так вот пользовался так на постой 3g и вполне себе приемлемо отрабатывает да также есть там геопозиция то есть gps есть автоповорот яркость также настраивается автоматическая при необходимости вот вот максимальная кстати яркость очень даже неплохо еще знаете что я хотел показать вам есть еще такая тема здесь она называется директ вот она как бы насчет движений в общем то когда там телефон выключен то есть вы можете сделать какую-то команду и он включится то есть я все это подключаю потому что когда кладешь его там в рюкзак в сумку то он начинает включаться и сам двигаться то есть вот это как бы уже на любителя и также есть специальных возможностях такая вот тема как называется как смарт вейк смарт вейк дает возможность делать к примеру разблокировку смартфона определенными жестами по экрану в частности сейчас я заблокирую сюда а дабл тапом не блокируется только разблокируется дабл тапом вот можно разблокировать или же нарисовав примеру c вот он определяет и меня в телефонную книгу добавляет вполне себе прикольные фишки вот то есть но опять же для тех кто будет ими пользоваться подводя итог о смартфоне хочу сказать что за свою цену девайс вполне себе приемлемый вот пишите в коментах что вы по этому поводу думаете за такую цену у нас не купить даже приблизительно с такими характеристиками а с такими характеристиками у нас продаются телефоны по цене от 100 долларов где-то 120 130 долларов у нас продаются смартфончики поэтому я считаю что за свою цену это вполне себе приемлемый девайс вот если вы хотите себе недорогую звонилочку вот которая еще и интернет соцсети две сим-карты и даже хоть какие-никакие камеры то вполне себе приемлемый девайсик вот так вот и последнее наверное что еще как бы из минусов хотел бы сказать о том что смартфон как бы ну я не знаю ну у него по идее так как бы одноразовый то есть если он поломается то вот вы уже ничего с ним не сделаете вот тоже как бы китайский минус китайских телефонов в том что они одноразовые все да я больше я ничего не хотел сказать но как видите смартфоном пользуются вот смартфон работает вот смартфон свое дело делает вот если он еще годик проработает то за 69 долларов смартфон вполне себе приемлемо все на этом я заканчиваю спасибо вам большое за то что смотрели не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал и еще увидимся в новых видео всем пока а также подписывайтесь на страницы социальных сетей группу вконтакте инстаграм и твиттер разбил бау да а да а а